Подпустые разговоры к пустым кастрюлям Подпустые разговоры к пустым кастрюлям Подробности автор Петр Воробьев Депутат Маргаушского районного собрания Чувашская республика Просмотров 31 русская деревня на грани вымирания Но, похоже, нынешнюю власть, разглагольствующую об импортозамещение сельхозпродукции, на деле это мало трогает В сельском хозяйстве мне пришлось проработать основную часть трудовой жизни В том числе и главным агрономом Маргаушского района Чувашии Поэтому и не составляет труда сопоставить былое с настоящим Очень обидно, что наши правители, похоже, и не представляют глубины трагедии, которая постигла наше сельское хозяйство Смешно слышать заявление В. Путина о том, что в советское время население якобы кормилось мясом от бракованных коров В одном только нашем районе были десятки тысяч голов скота в колхозах и совхозах Да плюс еще большое поголовье в частном секторе Теперь даже я сам с трудом в это верю, глядя на сегодняшнее состояние АПК Если взять свиноводство, то поголовье уменьшилось более чем в пяти раз Идет сокращение скота и в частном секторе, особенно дойных коров Зато власти безудержно хвалятся, мол, в магазинах теперь широкий ассортимент колбасных изделий Умалчивая, что большую их часть из-за ничтожной доли натурального мяса не едят даже кошки По всему району можно видеть развалины бывших ферм В деревнях дома скупаются горожанами и превращаются в летние дачи Для новых хозяев деревни – место непостоянного проживания и работы, а только отдыха А сколько еще деревень и сел, где проживают лишь одинокие бабули и дедули Иногда реву даешься, слушая заявления наших руководителей Глава правительства страны Д. Медведев недавно официально заявил, Что ему не стыдно за наше сельское хозяйство Или он, как тот городской мальчик, который считает, что хлеб растет сам по себе на деревьях в виде готовых буханок А знает ли он, что такое научно обоснованная система ведения сельского хозяйства Многолетний труд наших всемирно признанных ученых-аграрников сегодня забыт В советское время земля и ее плодородие всегда находились в центре внимания властей Только органических удобрений в виде навоза и компостов ежегодно вносилось 7-8 тонн из расчета на гектар А всего по Маргаушскому району – сотни тысяч тонн Сегодня этого сделать нельзя даже при желании, так как просто нет необходимого поголовья скота И такое происходит уже в течение ряда лет Известникование и внесение минеральных удобрений также в прошлом Севообороты не соблюдаются, особенно фермерами, которые из года в год зерновые, в основном ячмень и пшеницу, возделывают как монокультуры А надолго ли хватит плодородия почв в результате такого варварского выноса питательных веществ? Или мы считаем себя последним поколением на этой земле? Разве можно жить одним только днем? А ведь такое отношение у нас не только к земле, но и к недрам Неужели по-настоящему дальновидные и умные руководители кормили бы народ сомнительным продуктовым импортом Продавая нефть, газ, лес, уголь и т.д. Имея при этом половину площадей черноземов планеты От стыда можно провалиться, а правителям хоть бы что Миллиарды тратят на покупку иностранных продуктов питания, вместо того чтобы поддержать своих сельчан Район наш сельскохозяйственный Но в его бюджет от аграрного сектора поступает теперь мизерная сумма И не принимаются меры, чтобы этот сектор нашей экономики увеличивал производство и достойно пополнял бюджет района В былые времена Маргаушский район возделывал второй хлеб, картофель, на 10% пашни На сегодня его площади сократили в 12 раз Неужели непонятно, что урожайность картофеля в 10-15 раз выше урожайности зерновых Да и цена килограмма раза в два выше зерна До Горбачевской катастройки наш район продавал за свои пределы ежегодно по 30-35 тысяч тонн картофеля По сегодняшним ценам это на более 300 миллионов нынешних рублей И это были бы сейчас совсем не лишние деньги для маргаушцев Российские власти ответили на санкции Запада и решили продукты из стран ЕС не закупать Но что мы видим? Недостающие продукты теперь ищут по всему миру Даже Индия нам будет поставлять мясо буйволов Пора наконец разработать, как это было раньше, толковую продовольственную программу И по-настоящему повернуться лицом к селу, пока еще, может быть, не поздно А безответственная болтовня о поддержке отечественных сельхозпроизводителей При отсутствии каких-либо дел может привести только к голоду Продолжение следует...